Она хочет просто умертвлять холодом и голодом наше население. Понимаете, это люди, которые остались, еще раз подчеркиваю, в 30-е по своей ментальности. И они злорадствуют, когда предчувствуют, что, например, уничтожение ТЭЦ, там, Киевское или Винницкое или еще какое-то, да, или Харьковское, оно позволит заморозить людей. Они хотят убивать, они не хотят напугать даже. Они хотят именно привести нас не просто к ощущению войны через убийство, через то, что сирена постоянно работает, через то, что мы сидим в подвалах. Они хотят именно, чтобы не было у нас зимой ни отопления, ни электричества, ни воды питьевой, ничего, чтобы мы умирали, как будто это действительно 40-е годы, и ты абсолютно без всего находишься, без всяких источников существования. Мало того, они не хотят, чтобы мы имели хоть какой-то комфорт. То есть и они поэтому не просто хотят напугать нас. Нет, у них уже такой цели не стоит. Посмотрите на них. У них в глазах написано, мы хотим, чтобы вы массово умирали от самых страшных мук. Например, от голода или от холода и так далее. Это все не образные выражения. Они именно в это верят. То есть вот Российская Федерация сегодня на уровне и своей пропаганды, и практически подавляющей части своей элиты, которая влюблена в эту пропаганду. Я уже не говорю про общество. Она искренне хочет массовых смертей от самых страшных явлений, таких как голод и холод. Вот это нужно понимать. Это не вопрос даже информационного, эмоционального на нас воздействия. Это действительно способ умиршления масс людей. Я же почему и говорю, что это геноцидного типа война, она документально уже оформлена. Они это делают умышленно, не скрываясь, никак не объясняя, почему они это делают. У них им все равно, есть ли международное право, есть ли у них мандат на подобные действия. Нет.